Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. Мы снимаем новую серию на проекте Amazon Holy Play. Сегодня будет очень интересное, необычное видео. В этом видео я покажу человека, который задонатил 300 тысяч рублей на проект Amazon Holy Play. Я думаю, такого еще никто не снимал, поэтому за это, я думаю, можно поставить лайк. Вообще, зачем он задонатил эти деньги? Он задонатил эти деньги, чтобы купить два топовых бизнеса. И давайте даримся так, что если вам нравится на этом видео 300 лайков, я вам покажу финку двух этих топовых бизнесов. Какие-то бизнесы вы узнаете чуть позже. Поэтому все зависит от вас. Если хотите новую серию по мазингу, где я покажу вам финку данных бизнесов, то просто поставьте лайк и подпишитесь на канал. Если вижу хорошую активность, то я запишу видео. Вот этот Сергей Клинтон, который задонатил, он также ставит именные номера за деньги. То есть вы ему платите 20 миллионов, он донатит, ставит номера именные и продает вам. То есть вы можете у него заказать именные номера под заказ. Любые, абсолютно. Если они будут свободные, вы можете их заказать. Также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе к авцам Кирилл Гейм. На пятом уровне вы получите 50 тысяч. На десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Мазинх или Плей. Желаю всем приятного просмотра. А тем, кто кушает, приятного аппетита. Как вы поняли, сегодня будет очень необычное видео. Но перед этим я хочу сказать большое спасибо Сергею Клинтон, который как бы организовал это видео. Потому что если бы не вон, этого видоса бы не было. Это именно тот герой, который сегодня будет у нас присутствовать в видео. Честно, я реально в шоке. Потому что, как я только узнал об этом, я сначала не поверил. То, что реально этот человек закинул... Я не так и не понял сколько. Короче, где-то 600 тысяч рублей он закинул. Реальных денег, пацаны, чтобы вы понимали. То есть он взял свои деньги, там 600 тысяч рублей. И закинул на проект. На проект Мазинхролеплей. Как бы судить я его не буду. Потому что, как бы, этого дела он взрослый человек. Он должен сам распоряжаться своими деньгами. И в никаком случае я его осуждать не буду. Как бы это его дело. Также хотел бы передать привет семье Вархан. Потому что они тоже красавчики. Они мне помогли связаться с этим Сергеем. Всем, у кого фамилия Вархан, всем передаю большой привет. Также привет Федерико Эскобар. Это тоже пацанчик хороший. Короче, всем привет. Кто меня знает, кто меня смотрит. Всем Варханам, всем пацанам. Короче, привет. Итак, давайте я вообще расскажу, что произошло. Я, честно, не вникал в ситуацию. Но, как я понял, что Сергей психанул и решил задонатить в игру много денег. Довольно-таки крупную сумму, как я и говорил. И задонатил он реально много. Во время X2. И у него вышло там, по-моему, 600 тысяч рублей. Именно донатом. Криншот, как бы, у вас есть на экране. С миллионов у него денег было. Это реально много просто. У меня максимум было там 300 с чем-то миллионов, по-моему. Или 270 миллионов, я уже не помню. Это максимум, сколько у меня было. Но он умудрился попасть на первое место в топ. И у него 790 миллионов. Я считаю то, что это очень жестко. Следующий скриншот у нас здесь показывается донат. Всего доната 630 тысяч рублей, пацаны. Чтобы понимали, это Клинтон, вот этот Сергей Клинтон, это обычный игрок. Это не разработчик. Это не администратор. Это не руководитель. Это обычный игрок, который взял, задонатил свои деньги на проект. Довольно-таки большую сумму. Также в ожидании у него 130 тысяч рублей. Блядь, это просто пиздец. То есть, это было X2. И получается, он задонатил где-то, сколько, блин? 370 тысяч. Ну, где-то так, короче, он задонатил. Это просто пиздец. Я точно не знаю, сколько он за все время задонатил. Это он задонатил ему на в один день, я так понял. И будут еще скриншоты Сбербанка, в принципе, как он донатил. И как он пополнял счет себе. Поэтому все это я вам предоставлю, чтобы вы поверили в то, что это реально. Вот здесь у нас на этом скриншоте показано то, что он закинул 305 тысяч. И потом идут следующие скриншоты, на которых он донатил, как я понял. Если я не ошибаюсь, просто, ну, я давно не донатил на Амазинхи. Я не помню, как оно там вообще выглядит. Но, как бы, видно то, что деньги у него реально были. То, что он задонатил. Но это реально, пацаны, жестко, я считаю. Это реально очень жестко. То, что здесь написано Unit Games. Это Амазинхи или нет? Я просто не понимаю. Он мне скинул историю, свои оплаты. Как бы, я реально в ахуе просто. Я просто в ахуе. Блин, даже 305 тысяч, понимаете, рублей. Это где-то, ну, 120 тысяч гривен. И теперь я предлагаю зайти на сервак и показать, какие вообще они заправки купили. И одну из этих заправок они продают. Какую именно я вам тоже покажу. Как бы, я не знаю, зачем они сразу две заправки купили. Но это реально жестко, пацаны. То, что две заправки просто взяли и выкупили. Одну, получается, Серега купил на себя. Это у въезда в Южный. А вторую он подарил, по-моему, другу, которая возле Останкина. Или дал на время. Я так и не понял, короче. Все, пацаны, очень сложно. Как бы, это надо лично с ними общаться. Но, как бы, хотя бы за это им большое спасибо. То, что они мне показали скриншоты. Я то в игре с ними общался, но я до конца ничего не понял. Серьезно, я их слушал. Я просто хуевал сидел вот так вот, ебать. Тупо слушаешь и хуеваешь. Слушаешь и хуеваешь. Ну и первая заправка, которую я вам покажу. Она находится в Южном. Они хотят выкупить все бизнесы в Южном. Чтобы вы понимали. Это так, на заметочку. У пацаны, короче, настроены серьезно. Они хотят выкупить все бизнесы, которые есть в Южном. Абсолютно все. 2.47, нотариус, магазин одежды, заправки. Абсолютно все бизнесы они хотят выкупить. Я не знаю, для чего им это нужно. Но я считаю, что идея классная. Итак, вот заправка, получается, у езжа в Южный. В отделе Сергей Клинтон и название Клинтон Фамили. То есть, как бы, есть Фома Варган. Они просто дружат. И есть Фома Клинтон Фамили. Клинтон, как бы, это не относится к руководителю проекта, как бы, никак. И к разработчику. Просто есть разработчик Клинтон Джонес. Поэтому, пацаны, вы не думайте. Это просто отдельная Фома. Она никак не связана с разработчиком, с руководителями и так далее. Просто пацан взял, захотел, задонатил деньги. Купил 2-3 бизнеса. Но один из них они продают. Правда, я не знаю зачем, но продают. Вот цена 15 миллионов. Давайте договоримся так, то, что есть, если здесь будет хороший актив. Вот, блядь, надо, когда я видос записываю, сука, за мной гоняться, да? Долбоёб, в больнице нельзя вязать. У меня фрапс идёт, давай, давай. Ебать, долбоёб, сука. В больнице нельзя вязать. Ты конченое хуйло, сука, ебаная. Какая работа, ты не понимаешь, что нельзя в больнице вязать? Алё. Ебать, долбоёб, сука. Просто я видос снимаю, блядь, а вы мне мешаете, вообще не ворины. В итоге, короче, пацаны оказались нормальными, меня отпустили. Слава богу, потому что я сидеть не хотел. Я просто видос записываю, мне это не надо. Если бы мне видосы, как бы, посадили, без проблем. Что я хотел сказать. Если на этом видео будет хорошая активность, то я вам покажу финку двух бизнесов. То есть, я вам покажу финку двух заправок. Я думаю, этого ещё никто не снимал, потому что лично я даже не видел финку. Я никогда её не видел, финку АЗС в Южном. Поэтому, пацаны, набирайте здесь 300 лайков, и я запишу это видео насчёт финки двух АЗС. Я думаю, вам это будет очень интересно. Ну, а теперь поехали, покажу вторую АЗС, которую они купили. Ну, как бы, две АЗС-ки пиздатые. Реально, обе пиздатые, как бы, обе дорогие. По-моему, вот эту АЗС-ку, что у въезда, они купили за 630 миллионов. А та, что возле Останкина, они купили за 600 миллионов. То есть, в общем, они потратили 1 миллиард 200 миллионов. Это пиздец, пацаны. 1 миллиард 200 миллионов они потратили на два бизнеса. Я считаю то, что это много. Да, действительно, эти бизнесы столько стоят. Там, я думаю, хорошая финка. Где-то лям, 2 ляма. Вот такая вот финка там может быть. Но я ее еще не видел. И вот, получается, второй бизнес, тоже АЗС-ка. Но она находится у его товарища, у Тони Варган. Она у него находится, это заправка. И здесь финка примерно такая же, я думаю, как и там. Вот, видите, Клинтон Фамили и собственник Тони Варган. Госка также 15 миллионов. То есть, получается, Серега закинул деньги, перевел деньги реальные в верты и купил 2 заправки. Как вы считаете, правильно он сделал или нет? Ну и хотел бы передать привет некоторым игрокам, а именно от Авена Родригес и Дмитрии Праймер. Вам передали то, что вы конченые пидорасы и то, что вы реально гандоны. Поэтому вот вам такой приветик прилетел. Если что, приветик не от меня, а от Сергея Клинтона. Ну и там еще пару человек вам передало такой привет, плавенный, так сказать. То, что вы плохие люди и с вами лучше как бы не общаться. Поэтому вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.